В первый день зимы на знаменитой площади фонтана в самом центре Баку открылась благотворительная новогодняя ярмарка «Холодные руки и горячее сердце». Десятки уютных пряничных домиков построили зряч, чтобы встретить посетителей уже юбилейного 10-го базара, в то время как зажигались первые огоньки на долгожданной елке, где до морозу уже выстроилась очередь желающих сделать фотографии на память. Корреспонденты Москва-Баку побывали на открытии ярмарки, где посетителям предлагались ароматные угощения и увлекательные развлечения. Благодарительная ярмарка в этом году вновь удивилась своим масштабом. Она окутана разноцветными гирляндами, украшена знаменитыми карамельными палочками, а вокруг счастливые лица людей, которые с нетерпением ждут наступления нового года. А пока на ярмарке они могут приобрести интересные сувениры и подарки на Новый год. Витрины с елочными игрушками, новогодними шапками, свитерами, подарочными шоколадными боксами, а еще серебряными украшениями уже нашли своих первых покупателей. В свою очередь многие местные производители получили здесь возможность продемонстрировать свой продукт. У нас сегодня на этой сцене есть мед разных позиций. Весенний мед, май месяц, лесной мед и горный мед. Три позиции. Сделаны на основе меда разные мыло, крема для лица, детокс-бальзамы для похудения. Это для принятия внутрь, серебря называется медовая. Все на основе натурального меда. Регион ГАФ, термолетит. Все документы в наличии. У нас есть приз. Мы выставляем все на международную арену. И разные у нас позиции ручной работы, разные подарочные наборы. Любое время можете заходить к нам. Новогодняя ярмарка – это место, где всегда много вкусной еды. Азербайджанские кутабы, узбекский плов, турецкий адана кебаб, кумпиры и стружка картошка, печеные каштаны и много другой еды можно попробовать в пряничных домиках. Вообще я работаю в другой сфере. Но настолько пропитался атмосферой новогодней ярмарки в центре Баку, что решил открыть здесь свое небольшое дело. Мы подаем петушине с курицей и грибами. Надеюсь, что все пройдет хорошо и откроет заведение побольше. И тоже в центре Баку. Чай, кофе и глинтвин уже разлиты в бумажные стаканчики. И теперь можно, согреваясь горячими напитками, продолжать прогулку по ярмарке. На самом деле в Баку сегодня не так холодно. 15 градусов тепла. А значит, можно попробовать и холодное шампанское в домике российской винодельни Азабрау. Ведь именно этот напиток будет самым главным на новогоднем столе. Мы вас приглашаем в семью Абрау Дирсо. На новогоднем столе обязательно должно быть шампанское Абрау. Это и азербайджанское производство, и российское производство, и сухое, и полусухое, и сладкое, и розовое. Любое шампанское, любой игристый напиток должен быть на вашем столе. Обязательно. Игристый напиток – это только счастье, радость и веселье. Много на ярмарке и развлечений. Здесь можно прогуляться по волшебному лабиринту, испытать острые эмоции в комнате страха, а еще потанцевать с тем самым Гринчем, который похитил Рождество. Длинная очередь образовалась и к Деду Морозу, которого в этот день сопровождали аж две снегурочки. С Новым Годом!